Мудрость гласит, что каждое следующее поколение стоит на плечах предыдущего. В основании нашей незримой монолитной русской стены – величайшие сыны Отечества, истории о подвигах, деяниях и мудрости которых мы сохранили и по сей день. Но и нынешнее поколение, безусловно, тоже достойно памяти своих предков. От населенного пункта к населенному пункту, пронизывая и сшивая незримой духовной нитью малые города и села русской глубинки, виляет маршрут уникальной велоэкспедиции. Стартовой точкой региональной молодежной комбинированной туристко-исследовательской велоэкспедиции от Александра Невского героем народного ополчения стал Городец. Проект был организован Городецкой епархией совместно с Министерством спорта Нижегородской области в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Старт велоэкспедиции дал епископ Городецкий Ветлушский Августин. Сегодня я желаю, чтобы вы, находясь на своих конях в 21 веке, помнили о том, что так же когда-то Суворов был, так же когда-то Нахимов был, так же когда-то Ушаков и, конечно, солнце земли русской, святой благоверный великий князь Александр Невский. Не просто спортсмены, а настоящие велоисследователи. Проект прошел в виде эстафеты по территориям Городецкого, Кавернинского и Балахнинского муниципальных районов, Сокольского и Семеновского городских округов и городу Чкаловск. За пять дней велоисследователям предстояло преодолеть извилистый маршрут в 250 километров и посетить памятные исторические места Нижегородской области. Получилось так, что в этом году нам пришлось немножко сократить маршрут по сравнению с прошлым годом и не все 13 районов нашей епархии попали в наш проект. И поскольку страна празднует 800 лет Александру Невскому в этом году, и проект наш называется «От Александра Невского к героям ополчения», мы решили, что будет логично стартовать в Городце традиционно, а финишировать уже в городе Балахна на родине великого патриота нашей земли Кузьмы Минина. И поэтому выстроили маршрут таким образом, чтобы сделать такое Волжское кольцо, можно так сказать, из Городца в Семенов, потом в Кавернино, и вот уже из Кавернино мы как раз оказались на берегу Волги в Сокольском. Рабочий поселок Сокольское – крайняя северная точка маршрута велоисследователей. Дальше экспедиция отправляется в сторону Чкаловска. Но в Сокольском участникам проекта предстояло еще проверить себя в настоящей велогонке. Сама история велогонки, которую мы сегодня провели, она такая очень интересная, потому что мы первый раз увидели главу Сокольского Игоря Валентиновича на нашем традиционном веломарафоне «Наследники Победы» прошлой весной. И пока мы с ним вместе замыкали колонну, крутили педали, мы с ним о многом поговорили. И вот он предложил такую идею, чтобы именно устроить соревнования. То есть не просто проехаться на велосипедах с флагами, а именно посоревноваться, то есть чтобы молодежь увидела, как соревнуются хорошие настоящие спортсмены. И сегодня, слава богу, они у нас были. Приехала целая группа из Нижнего Новгорода, кавернинские спортсмены, сокольские спортсмены. То есть достаточно такой серьезный был у нас уровень, несмотря на небольшое количество участников. Поэтому считаю, что первый блин вышел не комом совсем. Мы учтем свои ошибки, увидим свои плюсы, которые также, естественно, были. И надеюсь, что уже на следующий год мы проведем целый цикл подобных велогонок, задействуем максимальное количество районов. Одной из главных задач велоэкспедиции является возможность открыть для молодежи красоты глубинки, познакомить с историей малой родины, привлечь внимание к здоровому образу жизни и спорту. Вообще такого плана пробега я всегда поддерживаю, тем более это все связано с велосипедом. Я большой любитель сам велосипеда. Многие, как бы, там дорога минина, допустим, дорога свободы, вот такие вещи. Я тоже руководитель подвижения именно вот таких пробегов. Там тоже идейная составляющая, очень шикарная. Здесь вот как раз перекрещивается. Ну вот поэтому мне это все нравится, поэтому я здесь, и поэтому я участвую вот в этом пробеге. Идеологические ценности все-таки должны настоять на первом месте. Именно любовь к родине, патриотизм. Хоть это как громко сейчас и звучит пафосно, возможно, изо всех динамиков. Но я считаю, что лучше так прививать, чем какой-то иной показухой. Лучше личным примером вовлекать в спорт, отдавая дань героям прошлых лет. Я всем говорю, не закисайте вы в своих этих компьютерах, в своих гаджетах, в своих телефонах. Выходите на свежую воду. Самый простой вид спорта – велосипед. Сел на велосипед и крути педали. Великолепно. Дыхалка работает, кровеносная система циркулирует от мозга до пяточек. Великолепно. Среди главных задач проекта – познакомить молодежь с православными духовными ценностями. По пути следования участники велоэкспедиции посещают храмы и монастыри. Узнают о святых, чей духовный подвиг просиял на их родной земле. В рамках велоэкспедиции в каждом районе при поддержке фонда президентских грантов проходил урок мужества «Живи, как Невский» с реконструкцией ледового побоища. «Живи, как Невский» От населенного пункта к населенному пункту. Пронизывая и сшивая незримой духовной нитью малые города и села русской глубинки, виляет маршрут уникальной велоэкспедиции. Ее участники помнят и чтут героев древности и сами достойны памяти наших предков.